Есть навязчивое чувство вины. Когда человек ко мне по-доброму относится, помогает, то кажется, что я могу ему случайно навредить, и всё закончится плохо, и я всё испорчу, не вынесу своей вины перед обоими. Та же самая история. Возвращаемся в детство. Мама с сыном идёт или с дочерью идёт, с ребёнком, да? По телефону разговаривает. Любимая тема у нас нынешних, сегодняшних родителей. И там такая бездомная собачка или кошечка подходит в надежде что-то у этого ребёночка взять. Ребёночку пытается её погладить, а она там условно подкусывает, да? Или там зарычала. Ребёнок естественным способом пытается ножкой защититься. В этот момент мама отстёгивается она ненадолго от собственного телефона, и, видя, как ребёнок ножкой эту собачку или кошку пытается от себя отогнать, начинает визжать. Как тебе не стыдно? Она маленькая, она хотела кушать, она там то, она там всё. И мама насмерть убивает однозначно и навсегда механизм собственной самозащиты. И потом, когда кто-то пытается вам сделать хорошее, потому что так решил он, мы же помощь тоже не умеем принимать. Человека начинает выгибать не потому, что он помощь принять не может, а потому что мама встаёт в голове живее всех живых, значит, она будет опять орать, будет унижать, а потом долго будет на меня обижаться. А мне нужно будет каким-то способом к ней приспосабливаться и вымаливать то пресловутое прощение. Так вот ещё раз. Когда вы долго-долго смотрели на отвернутое лицо своего родителя, вы точно поймите. Родитель занимался в этот момент тем, что вырабатывал у вас чувство вины, чтобы вы никуда никогда не делись. В праведном гневе считая, что такой формат воспитания самый перспективный. Так вот, когда вы не умеете принимать помощь, вам кажется стыдно и неудобно, значит, у вас однозначно взросшенное чувство вины и адресированное состояние приспособленчества. Надо от этого лечиться. Потому что в противном случае, не умея принимать помощь и не позволяя своим близким делать вам что-то приятное, вы никогда сами не научитесь этого делать. И тогда будете приспосабливаться, а потом долго сглатывать, что вы это делали из самых лучших побуждений, а потом право себе возьмёте что-то взамен потребовать. Так что всегда нужно, если делаете, то сделали и забыли, а если позволили кому-то оказать вам помощь, поблагодарили и не испытываете этого пресловутого чувства вины. Потому что дайте возможность человеку тоже сделать, увидеть на вашем лице улыбку или, по крайней мере, приятное удивление от того, что его решение было адекватным и своевременным в данный момент по отношению к вам.